Журналисты, клерки, менеджеры и просто любители футбола. Свои силы в бизнес-лиге может попробовать любой желающий. За три года существования корпоративные футбольные соревнования разрослись до двух лиг. Высшая и первая. Это крупнейший на территории Брянской области корпоративный турнир. В этом году у нас принимают участие 18 команд, 18 футбольных коллективов. Очень серьезные команды, интересные команды. Мы гордимся о том, что это корпоративные команды. Мы возродили дух корпоративного футбола в городе Брянске. Ну, дай бог, скоро и волейбольная бизнес-лига появится, и бильярдная, и боулинг. Но самое главное, сегодня стартовала футбольная. Соревнования традиционно проходят по выходным. В этом сезоне бизнес-лига сменила прописку. Теперь жаркие спортивные баталии проходят на лучшей мини-футбольной площадке города. В спортивном комплексе «Брянск-Облгаз». Помимо этого организаторы приготовили еще несколько сюрпризов. Невоплощенная мечта стать профессиональным футболистом приводит в бизнес-лигу все новых и новых игроков. Большое количество новичков лишь придаст турниру зрелищности уверены организаторы. История бизнес-лиги знает немало примеров, когда команды-дебютанты добивались серьезных успехов. Яркий пример – Брянсклада, которая из аутсайдеров превратилась в настоящих лидеров первой бизнес-лиги. Сегодня команда Дом.ру, федерального телеком-оператора, впервые выходит на поле бизнес-лиги. Мы верим в наших игроков и уверены, что выступим достойно. Мы желаем успеха всем участникам турнира и пусть победит сильнейший. Организаторы серьезно подошли и к информационной составляющей. У турнира есть собственный интернет-портал. А генеральным партнером проекта выступил брянский филиал компании «Р-Телеком». Дмитрий Кузнецов, Иван Самошенков. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова